Первый человек поднялся в небо на воздушном шаре в этот день, 21 ноября. Правда, было это в 18 веке, а в Новониколаевске, нынешнем Новосибирске, полет состоялся задолго до появления в городе аэроплана. Александр Сульдин узнал историю и как летают современные воздухоплаватели. Сегодня на высоте у нас красивые облака. Город Новосибирск. Река отблестит отблесками. Высота почти тысячи метров. Ни гуломотора, ни свиста ветра, полет на воздушном шаре, туризм, развлечение и экстремальный спорт. Новосибирец Наиль Шахмиев перелетел Байкал и горный хребет Хамар-Дабан. Неуклюжий, с виду аэростат, поднимался на 3,5 тысячи метров. И на разных высотах существует разное направление ветра. И вот забираясь на определенную высоту, ты знаешь, что там есть примерно определенный курс. И с помощью изменения высоты ты можешь построить маршрут. Сегодня день рождения таких полетов. В 18 веке два француза, химик Жан-Франсуа Пилатер де Розье и его друг Маркиз Франсуа Д'Аланд, поднялись в небо на воздушном шаре. В Новониколаевске первый человек поднялся в небо также на аэростате. Это был солдат по фамилии Харченко. Он служил в специальном военном подразделении. Учения прошли в конце апреля 1907 года. В назначенное время от казармы Владимировской потянулся обоз. И шел он, скорее всего, по этой улице, которая сейчас носит имя Нагина. На 20 телегах, кроме солдата и летательного аппарата, еще и небольшой химический заводик. Дело в том, что газ для аэростата получали путем смешивания различных специальных реактивов. Как в этом детском опыте с содой и уксусом для местных жителей того времени практически мистика. Для военных в то время уже рутина. С воздуха корректировали огонь артиллерии. Он поднялся в воздух на высоту 70 сажений. Это примерно 150 метров по нынешним метрическим данным. Сейчас в Новосибирске готовят пилотов аэростатов. Требования как к летчикам гражданской авиации. Летательный аппарат дорог. Стоит, как хороший автомобиль. В регионе таких судов меньше десятка. В основном катают туристов в стороне от трасс воздушных лайнеров. В прошлом году 10 пар обручились на высоте в сотни метров. Александр Сульдин, Тарас Тарасов. Новости ОТС.